Места для жизни наши предки выбирали с умом. Главный принцип – рядом должна быть река. Она и прокормит, и напоит, и может стать препятствием для неприятеля. А тут, представляете, Казаха, Томна, Кинишемка, Волга – сразу четыре водные артерии. Это не считая мелких ручьев. В общем, как у Христа за пазухой. Я в Ивановской области, в Кинишме. Велик соблазн назвать этот город землей поэтов и художников. Куда ни глянь, открыточные виды – гуляй с мольбертом, рисуй или слагай стихи. Природа, кажется, сама с трофы нашепчет. Впрочем, здешний край рождает не только людей искусства. Благоволит мастеровым, умельцам и изобретателям. Сегодня узнаем, кто создал крошечные валенки, как оживить металлолом и почему игрушки топором строгают. Кинишма основана в 1504 году. Здесь сохранилось немало памятников архитектуры. Местный житель обещал провести мне экскурсию, показать шедевры каменного и деревянного зодчества. Мы поедем по городу на ретротехнике. Москвич 401-й, ему, наверное, лет 70 или где-то около того. И для своего возраста он просто прекрасно сохранился. Я его купил лет 15 назад за 5000 рублей. То есть по цене металлолома? Ну, его должны были металлом знать. Я увидел у человека во дворе. Я говорю, если продадите, я куплю. Документы в порядке, да, документы в порядке. Ну, договорились. На восстановление москвича ушло около 4-х лет. Арик Мелкумян не спешил, работал в удовольствие. Начал разбирать все полностью. И с нуля начал собирать, где сварка, где точить, где добавить, где убавить. И вот получилась такая открытка. А у вас всегда была такая тяга к старинным машинам? Ну, да, у меня, я еще и пацаном был. У дядьки была такая машина. А с переволга была. Ну, с самого детства мы интересовались вот машинами. Всегда занимались ремонтом еще с малых лет. Снаружи старец, внутри молодец. Аутентичный в автомобиле Арика только кузов. Узлы и агрегаты взяты с других, в том числе современных машин. Сам, когда собираешь, и сам удовольствие получаешь от этого, от результата. Пока она не крашеная была, мне уже нравилось. А теперь тем более, да? А теперь тем более, да. Поедем? Я переоденусь, поедем. Тиночка нормальный город. Я приехал в 94-м году сюда, прямо на эту улицу. Здесь хочу работать, куплю дом. Вот это дом, где я сейчас живу до сих пор. Улица Комсомольская. Полдаши, там площадь, где все концерты бывают, все остальные мероприятия там бывают. Это торговые здания, построенные в конце 19-го, начале 20-го веков. Здесь с июня по октябрь, во времена больших ярмарок, всегда кипела жизнь. Продавали соль, рыбу, хлеб, кузнечные изделия, овощи, фрукты, холсты и другие товары. А у вас в Кинишме какие любимые места? Ну, кому как. Ну, все красивые места возле Волги. Обычно, летом особенно, в Волге все ездят отдыхать. Ну, без Волги Кинишма не Кинишма. Вот Волгу украшают бы вот Кинишму. Без Волги было бы неинтересно здесь жить. Церковь вот у нас красивая здесь стоит. Бульвар. Волжский бульвар вот это. Любите там гулять, да? Да, народу вечером там скамейка, все заняты, не найдет скамейку по теле. Куда-нибудь я когда уезжаю, уже хочется, я скучаюсь по этому городу. Сразу видно, ветеран отечественного автопрома в почете у кинишемских водителей. Ему уступают дорогу, а если сигналят, то в знак приветствия. Другой такой машины в городе нет. Ну, здесь, во-первых, народ добрый. Никаких проблем нет. Здесь вот работа есть, слава Богу. Вот для человека, если есть работа, он будет хорошо жить. Работа есть, народ хороший, добрый, веселый. Многонациональный город. Армяне, азербайджанцы, грузины, русские, татары. Дружно все живем тут. Проезжаем площадь революции, сердце города. Тут возвышаются купеческие дома, которым больше ста лет. Они формируют архитектурный облик центра. Промелькнула мысль, наверное, не стоит удивляться возрасту, как таковому. Это всего лишь цифры. Здания могут прожить очень долго, если за ними ухаживать. Вовремя реставрировать, фундамент укреплять. Если мы любуемся старинными домами, значит, они в надежных руках. С ретро-техникой примерно та же история. У хорошего хозяина машина много лет будет ездить. В 18 веке Кинишма стала центром текстильного производства на Верхней Волге. В городе в больших количествах изготавливали льняные полотна. Кстати, в ту пору здесь появились мастера, которые научились искусно обрабатывать шерсть. В Кинишме умеренно континентальный климат. Лето теплое, а зимы морозные. Часто бывает минус 20, а порой еще холоднее. В такие дни на улицах можно встретить людей в валенках, исконно русской обуви. Кстати, делают их, местные говорят, катают, вот в этой мастерской. Знакомьтесь, Валерий Соколов. Местный житель. Умеет катать, валять, стирать и матросить. Все эти слова, говорит Кинишемец, на профессиональном жаргоне, обозначают изготавливать валенки. Стены вещи, если стираешь, они садятся. Ну, это принцип такой же. Вот она, допустим, была такая, вот тут уже побольше намного. Я немножко начал делать. То есть из такого тапочка какой размер получится? Такой? Ну, где-то размер 26-39, пожизненький. А я-то мерю по сантиметрам. И вот стираешь, начинаешь и стирать. Горячая вода у нас. И процесс пошел. К этому стираем нос. Можно я тоже попробую? Сейчас, минутку. Ну, видишь, как плохо получается. С первого раза. Просто надо больше. Побольше так сгибаешь. Посильнее, да? Да, сильнее. И много не надо, видишь, он съел, чтобы шва здесь не было. Потом стоишь вот так. Так. То же самое. Что, видишь, получается? Чтобы распрямить, надо... Собратка получается. Да. Так, теперь так. Вот еще пробуй. Труд не из легких. Покатал заготовку, окуни в горячую воду. Затем опять клади на стол. Мни, катай, уплотняй шерсть. После чего снова мочи. Все это повторяется до тех пор, пока обувь не примет нужную форму. Вот так и загибаешь, как бы. И ручками посильней. Угу. Понятно. Загнул. О, уже процесс пошел, успех. Все, тебя на недельку ко мне в мастерскую выйдешь же, ну, не мастер мой, кандидатом. Кандидатом, мастера. Все, стоп. Стоп, теперь посмотрел опять, что распрямил, видишь, пятка. То же самое на пятке. Так же. Надо посильнее давить. Конечно. Порющий посильней. А сколько надо движений таких сделать, чтобы довести до нужного состояния? А это когда какая шерсть. Допустим, шерсть литнина, ну, летом в автустри год. Она бывает короче и грубее, ее быстрее. А зимняя она длиннее и тоньше, ее с ней дольше повозится. Угу. А какая шерсть, в принципе, лучше? А лучше смеска, вот, допустим, я смешиваю и ту, и ту. И получат самые маленькие. Зимняя обувь, изготовленная без единого шва, появилась в России больше трехсот лет назад. Говорят, валенки обладают лечебным эффектом. Их полезно носить на босу ногу. Кровообращение улучшается, поскольку в шерсти содержится подкожный воск овцы, так называемый ланолин. Его, кстати, используют в медицине и косметической промышленности. Делают мыло, крема. А попадалась раньше такая шерсть, она бы называлась шленка. Шленка. Да, по-старорусски, ну, по-русски. И вот ее вот так стираешь, стираешь, она никак не стирается. Там часа два-три мужик уже устает, мастер, бросает вот так. Бросил. Я пришел опять в воду горячую и опять матросил. И вот, считается, поматросил и бросил. А вы где этому учились? А, в 90-е годы познакомился с одним дедом. Он фронтовик старый был, ну, валенки катал. Я в подмастерях где-то год ходил. И вот после этого мы поселились на край города, завели овец. Своё хозяйство было, шерсть осталась. И вот колодки купил у меня, как были все эти. А теперь уже отобрал жизнь у меня. 35 лет, лучшие годы в этом деле. Сильнее, сильнее, Анатолий, не стесняйся. Да-да. Вот и тебе не стакан держать. Вот опять. Вот мы с тобой стираем, допустим, сколько мы? Ну, пять минут. Ну, минут пять-десять. По сравнению с этим как он уменьшился? Да, уменьшилось сколько тут. Теперь берем деревянный инструмент, который называется рубель. Убираем складки. Всё готово. Дальше сушка. Ходить в такой обуви можно будет на следующий день. Одну пару сваляли, другая на очереди. Заготовок для неё нет. Сделаем. Сырья полные мешки. И специальный станок рядом. Вот, работа примерно так. Сюда бросаешь. Оттуда выходит полотно. Это шерстобитка. Валики очищают и расчесывают волокна. Она между валиками крутится в противоположную сторону. Её теребит и получается такая. Давай не для касси, не для касси. А, да-да-да. А то сейчас... Процесс в прямом смысле затягивает. Да-да. А имеет значение порода овцы? Да, есть грубошёрстные, полугрубошёрстные. Там коронные, мериносы. На валенки идёт или полугрубошёрстная шерсть, или грубошёрстная. А какая порода? Как называется? Ну вот у нас романовская порода. Мастера советуют носить валенки естественных цветов. Серые, белые и коричневые. Они теплее. Дело в том, что при покраске ухудшаются термические свойства материала. Я был кошкой собаку валенок. У меня для собаки были кошкой. Прям кошку? Вот такие маленькие валенки сняли. Да, вот лапы-то вот так. На сороколоколодки. На липучках взял. Поболы всех. Дочка мне сняла. Валерий Соколов создал музей, где собрал необычные валенки ручной работы. Кинишемцы доказали, а будь они могут кого угодно. Вот, пожалуйста, самый большой валенок в мире. Больше двух метров. А на том стенде самые маленькие валенки. Величиной. Ну, где-то со спичечную головку. Вот всю сознательную жизнь, мне 60 лет. Я живу здесь. Нравится город вам? А лучше города нет. Не зря, говорят, если кидешь в один город, то и Волга не река. У нас так говорят. Город красивый у нас, конечно. Волга рядом. Вот где я живу, у меня буквально 500 метров. Уже на Волге. Много памятных мест таких старых. Но это лучше, как говорят, один раз увидеть, чем услышать. Все не перескажешь. Тысячу лет назад здесь жило племя Меря. По одной из версий, древние люди и назвали эту землю Кинишма, что в переводе означает «тихая пристань». И действительно, здесь почти всегда спокойно. Акватория словно зеркало. Лишь раз в год в августе река в прямом смысле бурлит. Проходит чемпионат России по водно-моторному спорту. Сюда со всей страны приезжают несколько сотен гонщиков. Участвуют мужчины и женщины. За медали борются в трех дисциплинах. Мотолодка, скутер, глиссер. Кинишемцы тоже выйдут на старт. Среди них опытный пилот Степан Бибиков. Победитель и призер чемпионатов России. Условия самые лучшие для прохождения стартов. Такая акватория закрыта и находится причем в центре города. Это интересная локация. Полностью устраивает она всех гонщиков, которые туда приезжают. Одна из самых любимых трасс вообще в России. Степан впервые сел за штурвал болида и промчался по водной глади 30 лет назад. Сразу понял – это его стихия. Мне было интересно не просто посидеть вечерами возле дома, а где-то поковыряться в двигателях с лодками, посмотреть. Да и соревнования, когда садишься на лодку – это просто в глазах огонь. И тут невозможно восстановиться после. Кто раз в него зашел, он никогда не забудет этот вид спорта. Это просто интересный вид спорта. Мы его еще называем лошадиным вид спорта, потому что больше работаешь в сезоне максимум 5-6 стартов, 7. А весь год ты занимаешься только тем, чтобы доводишь эту технику до совершенства. А каждый раз ты смотришь, перебираешь, еще что-то новые какие-то включения, новые интересные моменты. И по самому корпусу, и по двигателю. Впрочем, есть одна деталь, которую гонщики ни за что не покажут посторонним. Если вы заметите, ни одного винта открытого нету здесь. Вообще здесь ни одного винта нет. Почему? Это причина очень простая, потому что каждый борется за свое идеальное сочетание грибного винта с корпусом лодки. От этого очень многое зависит. И каждый по-своему какой-то угол наклона, шаг наклона, шага, сам у них лопастей, все делает, все индивидуально. То есть спортсмен, гонщик, он же и механик, он же и конструктор, и все вместе. Совершенно верно. Как поставим, вот так? Да, да, так поставим. Расскажите, как тут все устроено? Да тут просто все. Единственное, что это тяговая конструкция такая интересная, которая позволяет движок откидывать на разный угол и радиус отклонения самого двигателя, это для улучшения характеристик движения самого корпуса. Это не секретная штука? Нет, это не секретная штука, это стандартная. Кто не лентяек, постоянно себе делает. Потому что это намного эффективнее дает тебе при старте, при разгрузке, при поворотах. Из чего она сделана? Из какого металла? Титан. Титан? Да, некоторые детали титан, алюминий. Это ж кучу денег стоит титан. Понимаете, когда свою любимую дичь выкладываешь, ты не замечаешь деньги. А так все банально просто. Даже вот банальные бачки из строительного магазина переделаются в бачок, топливный бачок специально, не утяжеляя конструкции вообще, чтобы было только-только легеньким. Аккумуляторы минимальные совершенно. По 900 кг 200 аккумулятор. Максимально борются с весом здесь, потому что вес очень сильно много значит. Я смотрю, она все-таки каркас, это дерево, да? Это фанера, авиационная фанера. Как кукурузники раньше были? Да, да, да. Когда-то строили кукурузники, теперь строят у нас болиды. У вас там весло лежит, да? Ну, оно... А зачем оно? Весло, весло. Да, тут же... Без весла нельзя никак, потому что всякое бывает... Достанем? Попробуйте. Ага. Такое самое... В любом случае, когда-то, ну, бывают такие состояния, вот как недавно тут было, мотор может заглохнуть, и непонятно, что с ним. Ага. Поэтому, может, топливо закончится, может, мне угадали где-то в настройках, или что-то. Бывает и такое. Река – это не асфальтированная трасса, где все более или менее предсказуемо. Там опытный спортсмен может распознать опасные участки, на которых сцепление с покрытием минимально. А здесь, на водной глади, ситуация меняется за долю секунды. Подул ветер, появилась рябь. Ровная дистанция превратилась в бездорожье. На каждом повороте – новые волны и поиск оптимальной траектории. Расскажите про свой город. Очень хорошо изменили весь центр. В центре приятно сейчас находиться, гулять. И большие ремонтные работы они там сделали. И набережную починили. И да просто хорошо. И в бару у нас прекрасно все сделали, дорожки поменяли. Меня очень привлекает рынок, поскольку я люблю готовить. Поэтому каждое утро поход в рынок для меня – это как уже обряд, так скажем. Ритуал, да? Да, ритуал. Местный рынок, он еще сохранился со старых времен, с моего детства. Поэтому мне там очень бывает интересным. Спасибо большое. Удачи вам. Желаю побед на трассе. Соревнования длятся три дня, поэтому у приезжих спортсменов всегда есть время для знакомства с Кинишмой. Основные достопримечательности – рядом с гоночной трассой. Волжский бульвар, набережная, главная городская площадь, краеведческий музей и клуб любителей искусств, где экспонируются славянские игрушки-обереги. Их делает местный мастер Серафим Смоглов. Серафим, ну давайте сделаем игрушку. Научите меня. Она-то игрушка. Но игрушкой она стала считаться веки, наверное, ближе к 19-му. Традиционная культура – это о том, что вообще в принципе любая вещь, особенно бытовая вещь, особенно вещь, которая стоит в доме, которая находится рядом, как-то существует вместе с человеком, она всегда имеет какой-то сакральный статус. То есть игрушка, она не просто игрушка, она всегда символ. Поэтому вот именно то, что я сейчас делаю, это чуть более современная интерпретация. Полностью топором я их не делаю, потому что, например, вот эти части нужно выпиливать пилой. Суть и дух, я считаю, сохранена. Серафим – столяр-самоучка. Несколько лет назад заинтересовался топорщиной – старинными северными игрушками. Изучил историю, археологические находки и взялся за инструмент. Теперь в его коллекции больше сотни причудливых фигурок. Почему называется топорщина, собственно говоря? Либо топорщина, либо плотницкая игрушка, потому что все инструменты, которые нужны для ее производства, есть у плотника. То есть топор и нож. То есть самое элементарное, самое простое. Для начала нужно топором лишнее вот здесь снять, чтобы заузить шею и вывести голову, чтобы голова была где-то в третьей толщины, которую мы имеем. Понятно. То есть вот это мы топором убираем? Вообще желательно карандашиком, конечно, еще обозначить, сколько нужно снимать. Но я уже официанал. Я сделал. На глаз уже так. Все просто. Мы делаем такую засечку. И задача бить по ней каждый раз, чтобы она становилась как с нежным ком. Она становится все больше и больше. Больше, шире, шире, шире. Да, вот она. Идет вниз, все больше, больше, больше. И в конце вот мы откалываем большой кусок, который нам не нужен. А теперь надо быть предельно аккуратным. Ударишь слишком сильно и весь труд на смарку. Морду отколешь. Есть много вот находок, где вот, даже не находок, в музеях выставим вот такие коники. Вот с отколотыми головами. Либо при производстве, либо уже, когда она была готова, где-то ударилась, упала. И это самая такая хлипкая часть в этом конике. Везде он массивный, а это самая тонкая в его части. И удар идет как бы не на себя, а вскользь. Вот так, вот, вскользь. Вот, да, да, да. Да, вот такими небольшими частями. Что-то я вошел во вкус. Так. А ну да, оно завлекает. Оно даже, бывает, медитируешь. То есть ты прям режешь, что-то задумался, а вот и вечер зажасти. Вот есть плотник, да, у него остаются какие-то части, ну, там, опилки, обрезки с его работы. Ну, это дело было, скажем, лет 800 назад, да. То есть зимой сидишь, тебе особо заняться нечем. И они сидели вот и точали. Ну, вот такого размера. Ну, за день можно, в принципе, сделать. Ну, это, то есть часов за шесть, если не отвлекаясь. Они просто наблюдали за природой, ну, как, не знаю, как античные философы. Они выводили свои, там, теории. У наших предков конь был символом добра, плодородия, весны и, наконец, главного небесного светила. Смотрели? А раз солнце двигается, значит, что-то его двигает. Ну, логично же, правильно? Да. Кто-то везет. Кто-то везет. А на земле что? На земле кони возят, людей, грузы перемещают и тому подобное. Значит, что? Значит, солнце тоже перемещает конь. Видимо, поэтому в нашей русской традиции на крышах конек. Абсолютно. Это и конек, и, наверное, слышали вы слово охлупень. Да, конечно. Вот охлупни, это пошло от охлупни. Сначала делали охлупни, потому что... Верхняя балка. Вот это вот, да. Абсолютно. Потому что... Почему? Потому что дом – это микрокосмос. И чтобы дом был прочный, надежный, его нужно устроить по такому же принципу, по которому устроена Вселенная, да? А если в нашем мире кони-пони возят солнце, значит, и в доме тоже должен быть, на небосводе, на крыше, должен быть коник. Кинишма, окрестности ее. Что вам здесь нравится? Ну, на самом деле, мне нравятся такие историчные города, уютные, маленькие. Вот я не люблю большие. Даже идея жить в них не нравится. Они шумные, большие, вот эти все... Не по душе мне. Почему? Ну, вот такой человек. Я не люблю шум, не люблю гам, не люблю много народу, люблю вот тишину, скажем. Просто привлекают меня маленькие, тихие города. Сейчас начали появляться, на самом деле, интересные пространства, интересные, вот тут те же музеи, например. Это правильно, хорошо, вот сейчас скрываются там площади еще, и кофейни, и все остальное. Это очень позитивно, потому что пять лет назад, на самом деле, этого всего вообще не было. То есть, несмотря на то, что город маленький, он развивается, живет? Да, потому что туристов побольше стало тут останавливаться, теплоходы пошли. И вокруг этого появляется всякая инфраструктура, ну, появляются деньги в городе, это очень плохо. Так, ну что, у меня почти готова лошадка. Вот здесь хорошо уже очертания угадываются. Ну, естественно, тут не без помощи мастера обошлось. Осталось стамеской поработать, сгладить углы. Вот, и можно наносить узор. Вот потом подарю кому-нибудь. До середины 19 века Кинишма была маленьким городом. Все изменилось, когда построили железную дорогу. Стала бурно развиваться промышленность, торговля, выросла численность населения. Теперь здесь 77 тысяч человек. Кто только не жил тут за 500 с лишним лет. Рыбаки, которые поставляли речные дары к царскому столу. Соливары, что строили склады для хранения ценной приправы. Наконец, искусственные ткачи, которые делали изо льна крепкие полотна для парусов. Список местных ремесленников и умельцев длинный. Ясно одно, Кинишма гостеприимна. Благоволит людям дело и ценит поступки. Редактор субтитров А.Семкин